Рабочий день доктора Пономарева расписан по минутам операции, планерки, общения с пациентами, а в перерывах для молодых специалистов он успевает провести лекции. Заведующий отделением гинекологии Краевой клинической больницы номер 2 Владислав Пономарев известен далеко за пределами Кубани. О себе говорит скромно, хотя с именем врача связано тысячи историй, когда, казалось бы, в совсем безнадежных случаях у девушек появился шанс стать мамами. Огромная часть наших пациентов – это девочки, которые приезжают для сохранения или возвращения репродуктивной функции. Они к нам приезжают и через годик, и через два, и через пять, и с детишками. И, конечно, это одна из самых прекрасных сторон нашей работы. Мало кто знает, но в октябре 2002 Владислав Пономарев вместе со своим коллегой Олегом Магерламовым оказался среди заложников Норд-Оста. Свой врачебный долг они честно выполняли даже под дулами пистолетов. Теперь в рабочем кабинете среди дипломов и научных статей – фотография близкого друга, который погиб во время штурма. В День России Владислав Пономарев в числе лауреатов государственных наград. Он удостоен почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Церемония награждения проходит в Екатериненском зале Краснодара, где традиционно чествует лучших из лучших. Государственные премии вручает личный губернатор. Для лауреатов эта награда – признание их заслуг перед обществом и краем. Привычный белый халат Сергея Богданову сегодня пришлось отложить ради строгого делового костюма. Заведующий ожоговым центром в первой краевой клинической больнице стал заслуженным изобретателем России. На его счету такие уникальные операции, как пересадка лица. Сегодня тяжелых пациентов с ожогами лечат лабораторными клетками, которые выращивают в краевой больнице. «Чувство – это довольно специфическое. Когда ты сам что-то придумываешь, делаешь своими руками и получается, это хорошо. Следующим этапом хочется научить уже своих коллег. И когда этот метод развивается в России и в мире по пересадке кожи лица, по другим видам операции, хочется, чтобы пациенты выздоравливали, чтобы врачи знали эти методы». Почетные звания и награды за особые успехи в науке, медицине, сельском хозяйстве и культуре получили более 20 человек. Медали Ордена за заслуги перед Отечеством удостоен Александр Дедов, артист кубанского казачьего хора. В коллективе вокалист уже более 20 лет. Его высокий тенор завораживает слушателей по всему миру. Люди разных профессий и возрастов – от тракториста-машиниста до руководителя предприятия. Биография каждого из них – это яркий пример преданности выбранной профессии, не просто добившихся высот, а определяющих своими достижениями настоящее и будущее страны. Мениамин Кондратьев поздравил собравшихся с Днем России, обратился к героям торжественной церемонии, отметив, что каждая из них своим трудом вдохновляет других на новые свершения и грандиозные открытия. Сегодня серьезный, великий, большой праздник. И, наверное, самое главное, что сегодня мы все, и вы в первую очередь, причастны к этому празднику. Вы причастны к современному развитию нашей великой страны, к тем достижениям, которые сегодня есть на Кубани, а в целом есть в нашей великой роде. Важно не просто быть наблюдателем, а принимать активное участие в жизни не только своей семьи, своего района, своего края, своей страны. Активное участие – вот что сегодня нужно для того, чтобы мы на самом деле уверенно, мы – это и край, и Кубань, и наша страна уверенно смотрели в завтрашний день. Я хочу вас всех благодарить за ваш труд, за вашу причастность, за вашу неугомонность, за вашу активность, за ваше созидание на благо родного края и во имя нашей великой России. С праздником, во-первых, с Днем нашей России, и всех поздравляю с заслуженными наградами. Спасибо вам за труд. Торжественный прием завершился под бокалы шампанского. После награждения губернатор лично поздравил каждого лауреата.